Сенчихина Алена Владимировна 80 лет назад, 31 декабря 1941 года, шофер Максим Твердохлеб под обстрелом доставил детям Ленинграда машину мандаринов. Под вражеским огнем в зимнюю стужу, раненый, он продолжал путь, думая о тех, кто ждет его по ту сторону Ладоги. Зимой 1941 года Максим Твердохлеб вез по дороге жизни новогодние подарки детям блокадного Ленинграда. Максим Твердохлеб в годы войны служил в автобате, возил грузы по Ладоге, спасая сотни жителей блокадного Ленинграда. Путь по дороге жизни был полон смертельного риска. Вражеские бомбежки, тонкий лед, многодневная усталость водителей, опасность подстерегала повсюду. Максим не раз бывал на волосок от смерти. Однажды в его груженную боеприпасами полуторку попал вражеский снаряд. Горящую машину чудом удалось потушить, но пока водитель боролся с огнем, он не заметил, что сильно обжег руки. Он обнаружил это, лишь когда снова сел за руль. Руки, как у вареного рака клешни, все красные, и боль словно на костре жарит. В тот день он доставил груз, после чего попал в медсанбат. Довелось ему, как он выразился сам, и принять крещение в ледяной купеле. По неокрепшему льду он вез искабонную муку. Пытаясь маневрировать под нацистской бомбежкой, попал в полынью. Машина быстро погружалась на дно, а водителю чудом удалось открыть дверь и вынурнуть из ледяной воды. На подмогу прибыли находившиеся неподалеку зенитчики, но Максим не спешил принимать их помощь, первым делом спасать муку. В то время каждый грамм муки был так же дорог и нужен ленинградцам, как снаряды, как патроны на передовой. В конце декабря 1941, в канун Нового года, он вез подарки для ленинградских детишек. В полуторку загрузили фанерные ящики с надписью «Детям блокадного Ленинграда», заполненные мандаринами. 1 января 1942 года нам, учащимся, дали пригласительные билеты на елку в драматический театр имени Горького. Во время спектакля несколько раз объявляли тревогу. Спектакль прерывался. Мы все спускались в бомбоубежище. После спектакля были накрыты столы. Нам каждому дали по маленькой котлетке с гречневой кашей. Из содержимого подарка мне запомнились конфеты из льняного жмыха, пряник и два мандарина. По тому времени это было очень хорошее угощение. Полпути твердохлеб преодолел беспрепятствий, стараясь доставить груз с опережением графика. Где-то вдалеке эхом отдавался грохот вражеского огня. Нацисты методично обстреливали трассу. Потом все смолкло. Ничто не предвещало беды. Как вдруг загремели наши зенитчики. Знак недобрый. Спустя мгновение в небе над Ладогой показались гитлеровские самолеты. Грозно ревя моторами, они открыли огонь по движущейся цели. Укрываться на ледяной дороге некуда. Все видно, как на ладони. Прибавив скорость, твердохлеб старался уйти от огня. Один маневр удался, но враг вернулся снова. На этот раз свинец прошил кабину. Отбило часть рулевого колеса, а водителя ранило в руку. Стервятники оставили дымящуюся машину, и Максим, переведя дух, попробовал завести свою полуторку. И она завелась. Попробовал рулить, машина слушается. Можно продолжать путь, вспоминал водитель. А продолжать путь было нелегко. Без лобового стекла 30-градусный мороз обжигал лицо. Дымящий радиатор затруднял видимость. Не давала покоя рука. Но сдаваться было нельзя. Он вез подарки детям, которым нужен был праздник, чтобы хоть на минуту забыть об ужасах войны. Мне казалось, что в этот день война должна была остановиться, закончиться. Это же Новый год! В тот день Максим Твердохлеб доставил груз вовремя. ПЕСНЯ В пальцы свои дышу, Не обморозит бы. ПЕСНЯ Снова к тебе спешу Ладожским озером Долго до утра В тьму зенитки бьют И в прожекторах юнкерсы ревут Пропастью до дна Раскололся лед Черная вода И мотор ревет Вправо Ну не подведи Ты теперь один Правый Фары сквозь снег горят Светят в открытый рот Сохшийся Ленинград Корочки хлебной ждет Вспомни-ка простор шумных площадей Там теперь не то Съелись и зарей Там теперь не смех Не столичный сброд По стене на снег падает народ Голод И то там, то тут В саночках везут Голых Не повернуть руля Что-то мне муторно Близко совсем земля Ну что ж ты Полуторка Ты глаза закрой Не смотри, браток Из кабины кровь да на колесо Их еще несет А вот сердце все Стало Твое Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...